Поговорим о стратегическом партнере Украины в Соединенных Штатах Америки. Подключаем к эфиру Питера Залмаева, директор Евразийской демократической инициативы. Питер, приветствуем вас. Здравствуйте, Питер. Друзья, добрый день, приветствую вас. Понятное дело, что трудно переоценить роль Соединенных Штатов в поддержке Украины, но хочется понять, как за прошедшие два года, насколько за это время сблизились Украина и Штаты, как трансформируются наши отношения, и самое главное, чего ожидать. Мы видим, что в последние несколько месяцев появилась проблема в виде голосования за выделение помощи Украине. Как вы думаете, сможет ли Украина и Штаты эту проблему преодолеть и пойти дальше, стать сильнее вместе? Ну, с самого начала, в первый год войны, мы можем, разумеется, концентрировать историческое сближение наших стран. Я вам скажу, что вопреки этой российской пропаганде последних десяти лет, Америка никогда достаточно не интересовалась Украиной, чтобы задевать какие-то майданы, оранжевые майданы, евромайданы. Никогда не верил этой пропаганде. Я даже сказал бы, что хотел бы видеть более серьезного вмешательства Америки в дела Украины, в хорошем смысле слова, на стороне преобразования либерально-демократического. Но этого не было, на самом деле. И вот, не имея никаких соглашений США, никаких, подобно тому, что имеет США с Тайванем, договоренности о безопасности, Украина начала получать военную и финансовую экономическую поддержку от Америки в абсолютно рекордных размерах. Может, я думаю, кумулятивно с подобной поддержкой может сравниться только Израиль, государство Израиль. Поэтому это действительно был исторический поворот для нашей страны. Но мы видим, как силы, будем говорить откровенно, силы зла, силы средневековой темени, силы манипуляций, вранья и так далее, поднимают свою мерзкую голову. И не только в России, как они тоже сделали, но и в Штатах. При активном содействии российских агентов, влияния российских троллей, ботов, возможно, даже российских денег. И мы видим, как последние несколько месяцев эти силы усилились. И если мы ожидали, что проблемы могут появиться в Украине уже после следующих выборов в ноябре этого года, то к нашему шоку мы сейчас находимся в ситуации, когда уже эти силы блокируют нашу помощь. Есть разные креативные, мы об этом уже говорили, способы попробовать ее, эту блокировку нейтрализовать. Посмотрим, как это будет. Но мы видим на примере Украины. Знаете, Украина стала такой лакмусовой бумажкой вообще мировой. И именно по украинскому вопросу можно сейчас определить состояние противостояния этих сил, равновесие в мире между этими силами, которые пытаются затянуть нас. Если не совсем уже в позднее, скажем так, средневековье, то, будем говорить так, 19-й или 18-й век, и вот модель открытых обществ, которые сейчас находятся под угрозой. И процессы эти происходят сейчас. И помимо Украины, ну вот опять-таки Украина стала и катализатором, и является сейчас лакмусовой бумажкой. Мы видим, как в Конгрессе партия демократов продолжает сражаться за нас, за, собственно, авторитет и репутацию Америки, которая не должна бросать своих союзников в беде, особенно после того, как выделила им все то оружие, которое она выделила Украине. Я думаю, что демократы как раз понимают, как никто другой сейчас в Вашингтоне, что вот так просто взять и оставить Украину наедине со своим врагом будет еще более серьезным геополитическим поражением и геополитическим унижением Америки, соответственно, всего Запада, чем даже неудачная война в Ираке и вынужденная уже эвакуация американских войск оттуда. И, разумеется, эвакуация американских войск из Афганистана. Украина, я думаю, пьет и то, и другое. И, как минимум, мы видим, что наши европейские союзники начинают это потихоньку понимать, начинают активизироваться. Разумеется, только остается надеяться, что это окончательное пробуждение произойдет как можно быстрее с тем, чтобы остановить сейчас Путина, который начинает чувствовать себя увереннее, смелее, чувствовать, что и у него в мире сейчас появилась серьезная поддержка. У нас осталась буквально минута-полторы эфирного времени, но, тем не менее, кратко. Смотрите, Владимир Зеленский заявил, что бывший глава Белого дома Трамп не сможет за 24 часа закончить войну в Украине, несмотря на все его многочисленные обещания. Казалось бы, простой вопрос, но, тем не менее, А на кого работает Трамп, когда делает такие заявления про окончание войны за 24 часа? Это на американского слушателя, зрителя делается? Ну, опять-таки, не будем сейчас спекулять на тему того, работает ли Трамп на Путина, когда он делает эти заявления. У нас пока нет, знаете, прямых доказательств этого, хотя не исключено, что появится. Разумеется, Трамп работает в первую очередь на самого себя. И еще помним в выборах 2016 года, и все, все четыре года его правления там был известен именно такими заявлениями, что стоит только встретиться, посмотреть в душу Ким Чен Иену или Владимиру Путину, и все будет решено. Вот таким образом он пытался разверлить ситуацию на корейском полуострове. И мы помним, как они писали друг другу, Ким Чен Иен и Трамп, любовные письма. Мы помним этот позорный саммит с Путиным в Хельсинки, где Трамп сказал, что он доверяет больше российским спецслужбам, чем, собственно, собственным американским спецслужбам. Поэтому этот месседж, разумеется, он считает, что будет хорошим подспорьем ему на выборах в ноябре. Его электорат, судя по всему, не способен критически мыслить, простите, если после четырех лет его правления они не убедились в том, что все эти заявления голословные, популистские, не имеют под собой никакой почвы. И, разумеется, говорить об окончании войны в Украине за 24 часа, если включить хоть немного критическое мышление, мы поймем, что Трамп говорит о сугубо корпоративных для Украины условиях мира. Возможно, он в это свято верит. Возможно, таким образом ему получается убеждать своих избирателей, своих сторонников в своей искренности. Но, опять-таки, мы-то знаем, что окончание войны в Украине за 24 часа, речь идет о сугубо приемлемых для Кремля условиях. И Трамп уже начал, собственно, эту свою программу тем, что блокирует нашу поддержку, помощь Украине, прекрасно понимая, что с окончанием, полным окончанием помощи со стороны США, Украине будет очень сложно, собственно, защищать свою землю. Спасибо вам большое. Питер Залмаев с нами был на связи, директор Евразийской демократической инициативы. Благодарим. Благодарим. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.